Добрый день, меня зовут Рубан Владислав, я студент колледжа сферы обслуживания, группа СН-18, первый курс. Пожалуй, начнем. До поздней осени он кормился зачатиной далеко от родных мест, не блесговал и мешковать. Суслики были жирны, и он лакомился ими, как лиса. А на снегу голод пригнал его к людским зимовкам, овечьим загоном. Теперь он пришел, крадучись, как чужой. Шерсть поднималась над ним торчком, когда он видел людей. Ночь за ночью он кружил, петлялся над заснеженным холмами, оставляя на снегу летучий след ниток, пяток и когтей. Пар губился у него слегка с порченной серой мордой. Он останавливался с подветренной стороны, и в нос ему бил густой, сытный запах хлеба из кота, обувший собачий беспокойный лай. Волк свиренно клацал клыками. Сейчас собаки так же чутки, как он голоден. В глухой ножисти час он попытался приблизиться к зимовке, но бессонные псы словно знали, откуда он подойдет. Его встретила вея свора во главе с чернопегем. Прогнала. Ветер стих, подморозила. Волк заплесал, приседая на задние лапы. Жесткий снежный наст обжигал ему пятки. Черные уголки пасти мертвы. Брюхо стянуло голодное отбор. Мелкой резцой волк поднялся на холм. Снег искрился под сильным лунным светом. Серый лютый вскинул голову к небу и застыв в судорожной, но испытаемой прежде истоме, протяженно уныло завыл. В тот час в ауле вскипел оголотелый собачий лай. Серый лютый не опускал головы. И вдруг, издалека с черного холма, донеся невнятный, тоскливый отклик, волк выпрямился, дрожа. Кто-то ему вторил, манил его. Он вслухшился, повел носом и стремительно понесся на зов. У сходов большой враг он остановился, настороженный, вздрагивая от сильного озноба. С черного холма к нему спускалась снежно-белая волчица. Серый лютый не подпустил ее к себе. Она подходила, он отскакивал, скаля зубы, прижимая уши. Но уйти он не смог. И когда она пошла по его следу, вынюхивая его, а потом повернулась, жалобно повизгивая, и наткнулась теплым носом ему в пах, он не тронулся с места. Волчица тихо побежала прочь, он догнал ее и лизнул в скулу. Плечом к плечу они пустились вверх по обрагу, пролетели его насквозь и повернули к рельскому жилью. По гребням холмов они за полчаса безостановочно, неутомимо провожили гигантский полукруг двойного редкого следа. И только наст звонко похрустывал под их лапами. Затем, словно сговорясь, они также рядом помчались вниз, как каулу. Луна зашла, ночь была на исходе. Серый, лютый и белый волчица вихрем пролетели ау, как большой овраг. И оба увидели, как из желтоватого сугроба в овчарни, за ними метнулся в догон длинношерстный кудлатый пес, увлекая за собой всю свору. Это был, конечно, Чернопегий. Волки неслись от улова весь мах. Чернопегий не отставал, надрывисто натужно лая. Свора за ним растягивалась, редела. И серый, лютый, умерил скок, злобно прислушиваясь к лаю. Шея разрывался от ярости, от гнева. Близь лощины свора остановилась. Остановился в Чернопегий. Кобель и побежал обратно к своре. Волчица первая кинулась за ним. В безблюдной степи собаке трудно убежать от волка, но Чернопегий не струсил, хотя остался один. Он жил для того, чтобы драться с волком, и не колеблясь сцепился с волчицей. Когда на него налетел серый лютый и подмял под себя, волчица с физлимым речанием впилась в псу в горло. Вскоре от огромного Чернопегова остались лишь хвост, обгоданная голова, да редкие кочки шерсти.